Мы начнут 22 февраля в 4 утра. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С натовской силой темную, с проклятой Ордой мы победим в этой последней нашей войне с НАТО. Мы останемся единственной в мире державой, сверхдержавой. Мы должны уничтожить все их возможности, иметь армию, оружие, заводы. И некоторые страны должны быть разрушены полностью. То есть только Москва, вот она, наконец, станет монополистом, будет давать условия. Война у нас с вами на полное уничтожение. Мы используем все наши вооруженные силы. Те, которых вы еще не знаете. Сгорит пол Европы, пол Америки сгорит. Вы к этому привели весь мир. Но вам, конечно. Если вы самоубийцы, пожалуйста, можете кончать жизнь самоубийством. Последний документ, который мы от вас ждем, это подписание акта о капитуляции. Сегодня некоторые дураки у нас покупают доллары и евро. Не надо этого делать. Это будет мусор. Выбросить на рынок все эти доллары. Чтобы он рухнул долларами. После войны она продлится неделю, две. Газ русский будет стоить 3000 долларов. Но условие одно. Полный разгром. Уничтожение в военном смысле их армии, мощи, их финансовой системы, их руководителей. Арест. Нам это очень хорошо, что это действительно будет для них неожиданность. Война. Война, Гордея. Никакой Украины не будет. Забудьте слово Украина. Будут 6-7 губерний. Будут немедленно включены встав в Россию. Молдавии не будет. Ты Валтик. На Западе не будет ни одной бывшей Советской Республики. А за Кавкази подумаем. Средняя Азия подумаем. Нас будут уважать. На коленях будет перед нами стоять весь мир. Пол Британии не будет. Пол Америки. А остальной мир останется. Только Лонн будет уничтожен. Да. Вашингтон и Чикаго там, понимаете. А остальное все останется. Они сами себя уничтожат в собственном оружии. Но надо это делать быстрее. Весной этого года. И 9 мая мы отпразднуем еще одну победу. Война. Все. Выбор другого нет. Вот он, Блинкин, бледный стоит. Понимаете? Они же понимают, что им конец. Они это все прекрасно понимают. Поэтому Байдена надо беречь. Он последний президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому противоречий столько, что решение только одно. Военное решение. Война. Это будет наш последний и решительный бой. И отступать никуда не надо. И наши люди не будут погибать. Там миллионы погибнут. Там будет разруха. Там все будет гореть. Из этой ядерной пыли на европейской, американской земле. Наконец появится другая цивилизация во главе с Россией.